Рад приветствовать вас на телеканале «Инпак». Это программа «Влияние» и прямой эфир. Сегодня я не один в студии, с нами будет работать целый ряд служителей. Вы будете благословенны, удобно устраиваетесь у телеэкрана. Прекрасный день, особенно калифорнийский вечер. Просто потрясающий. Сегодня рекорд был побит 95 градусов по Фаренгейту, по Цельсию, это, пожалуй, по 30 зашкаливает. Поэтому мы полны желания делиться с вами тем, что есть на сердце. В рамках программы «Влияние» мы проводим ежемесячные прекрасные встречи, эфиры на предмет «Израиль». В последнее время «Израиль» во свете Слово Божие. Поэтому сегодня у нас есть небезызвестный. Роман Жулай. Добрый вечер, Роман. Добрый вечер, доброе утро. Добрый утро и добрый день. Неизвестно от того, где вы нас смотрите, мы вас всех приветствуем. Прекрасный Николай Алексеевич Бугриев, председатель Тихоокеанского побережья. Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа и, конечно, словами «Христос воскрес!» Воистину воскрес! Он-то воскрес в Израиле, он в Израиле умер и в Израиле воскрес. И мы говорить сегодня будем за Израиль. И в свете этих событий, самое главное событие – это смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Я предоставлю Александра Куманского. Алекс, приветствую. Приветствую. Я тоже приветствую всех наших зрителей, которые смотрят наши программы. За вашу поддержку благодарю, за ваши комментарии, за то, что вы молитесь за Израиль. Спасибо вам большое от нашей программы и от Господа Бога, потому что это правильно и это насущно. Я хочу еще добавить слова Николая Бугриева, что он не только был в Израиле, но он придет еще в Израиль, он возвращается в Израиль. И кроки его уже слышны. Шаги. Шаги его, шаги его уже слышны. Так что, дорогие, следите за нашими передачами и пусть Господь благословит и эту передачу. И вот вы, когда вы поприветствовали, Христос воскрес, я служил в одной из церквей в воскресенье, и я говорил так, озвучивал, что говорю, я в это воскресенье уже в Израиле буду, в Иерусалиме. И я говорю, в этот раз я вряд ли пойду к гробу Христа Господня. Первый раз я там был и ходил. Я уверен, что его там нет. Сто процентов. Сто процентов нет. Из-за того, что у нас чисто рабочие. Сто процентов. Там стоят два гроба Господня. Совершенно верно. В любой. Иди, хоть в тот, хоть в тот. Нет. Там его точно нет. Нет. Это абсолютно. Первый раз мы были, и я помню, как сейчас. Мы зашли группой из Сиатла, группой человек, около 20. Ну и кто-то из наших, ну, братьев, там, друзей, говорит, такое присутствие здесь. Такое чувствуется помазание. Ну да. Я на него большие глаза. Какое присутствие? Что за помазание? Чувствуется какие-то чувствования. Есть, ну-то трепет, ну, там, благовоение, что здесь наш Господь вот лежал и воскрес, да. А какое присутствие, какое помазание? Он в сердце везде. Он у вас сегодня здесь. Сто процентов. Он везде сущно написано. Но, прежде чем мы, Алекс, приступим к теме, вы прямо с корабля на бал. Прям из Турции, из Германии сегодня. Прямо из Турции, да. Я вчера приехал из Турции, позавчера, позавчера был в Германии, свет на востоке, проводили конференцию. И меня пригласили туда, это была годовая конференция, сотни людей там были, они рассказывали о миссионерском служении. И это было в Корнтале, они выпускают журнал «Вера и жизнь», и я там присутствовал, и там в трех церквах служил тоже. А на обратном пути заехал в Турцию, в Стамбуле, мы открыли 6 января 2012 года церковь, славянскую, русскоязычную церковь, здание, огромнейшее здание. Там армянская церковь, турецкая, иранская и славянская церковь. Вот я там ночевал, я там встречался с братьями, с сестрами, и там, в общем-то, церковь сегодня славянская. Очень много славян, которые проживают в Турции, и вообще среди мусульман идет пробуждение в христианство. Это, чтобы вы знали, это абсолютно я вам точно говорю, вот всем телезрителям, потому что наши братья и сестры, которые сегодня трудятся среди арабского мира, то арабский мир сегодня с удовольствием, ну как, принимает Иисуса Христа. Я ходил в майке, у меня здесь был крест, значит, и там карта Калифорнии. И вот я ходил, и, в общем-то, все эти турки, ну, кстати, удивительно, буквально три человека, с которыми я встречался на улице, так вот я беседовал, я сам ходил на улицу, принимали меня за араба почему-то. Вот есть много арабов, которые приняли христианство. Может, в ваших корнях что-то там где-то... Наверное, наверное. Я сходь нашел вас. Арабское, ну, вот они говорят, вот, по-арабски начинают говорить, я с ним по-английски, а он со мной по-арабски. И говорят, ты не араб? Я говорю, да нет, не араб. Потому что есть арабы, очень сильно, ну как, искренне принимают Иисуса Христа. И, кстати, в Израиле, и вообще по всему миру, и в Ливане сегодня, и сирийцы, которые беженцы. Не бывает хода без добра, и то, что сегодня происходит с беженцами сирийцев, то они очень многие принимают Иисуса Христа. Здорово. В связи с этими событиями. Да, да. Павел Чернецкий со мной был в эфире буквально две недели назад, на пару дней он соскочил, он на Кипр принесет служение уже полгода там. В турецкой части, в турецкой части Кипра. Та, которая... И действительно, я прямо задавал вопрос, существует ли антагонизм со стороны турецких мусульман по отношению к христианам. Говорит, на превеликое удивление, нет людей открытых. Турки открыты для Господа. В Стамбуле на улице раздавал Евангелие. Вот на улице вот так раздавал, и никто ничего. Здорово. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому, итак, чем вызвана наша программа сегодня? Тем, что какое-то событие имело место в истории человечества несколько недель назад. А если быть точным, наверное, около двух недель, да? 14-го... 15-го апреля. 14-го апреля, да. То есть в народе это так называемая кровавая луна, да? Ну, это по-английски Владимир, но мы говорим красная. Мы говорим красная луна, совершенно верно. Итак, кто из нас готов вот сейчас вот... А ну-ка, Роман, пожалуйста. Я бы хотел начать с того, почему мы действительно считаем это знаменательным событием. Дело в том, что когда мы говорим о красной луне, в этом году и в следующем году будет 4 таких красных лун. Это называется 4 тетрада. Тетра, слово тетра. И разница во времени между этими четырьмя красными лунами полгода, 6 месяцев. Первая была на еврейскую пасху 15 апреля. Вторая будет 8 октября на праздник Кущей. Третья луна будет 4 апреля, опять-таки 15-го года, на еврейскую пасху. И четвертая будет 28 сентября 2015 года, опять-таки на праздник Кущей. Интересно то, что такие подобные события, когда эти красные луны совпадают с еврейскими праздниками, очень редки. И если говорить со временем Иисуса Христа, или кто говорит, как в нашей эре, таких тетрад было 10. И интересно то, что эти как раз 10 тетрад, которые совпадали с еврейскими праздниками. Интересно отметить то, что до 15-го столетия, до 1492 года их было 7. Последние 3 были в 1492 году, потом другая была в 1948 году, 49-й год, следующая была в 67-м году. И очень интересно то, что именно вот эти события, которые совпадали с еврейскими праздниками, они также сочетались тем, что очень великое происходило для израильского народа. В частности, говоря о 1493-1494 году, мы, кто знает историю, в 1492 году Колумб открыл Америку. Существует историческая справка, что Колумб был тайным евреем. И в то время как раз в Испании было сильнейшее гонение на евреев. Эта инквизиция по своим мерам превзошла многие другие инквизиции. Тем, что королева и король Испании сказали, что евреи должны покинуть Испанию. Если смотреть на историю, еще с 2000 года нашей эры Испания являлась, своего рода, второй родиной для евреев. И вот в конце 15 века так случилось, что король и королева Елизавета сказали покинуть израильскому населению Испанию. И говорят, где-то более 200 тысяч евреев покинули Испанию. Другие, как они говорили, они приняли католицизм. И все равно, несмотря на то, что, как они говорили, приняли католицизм, испанцы не верили в то, что они приняли католицизм. И все равно уничтожали всяким образом евреев, которые жили тогда в Испании. И говорят о том, что королева Елизавета с королем снабдили этот корабль Колумба, чтобы он поехал открывать новые земли. На самом деле существует историческая справка, и это отражено в книге «Sales of the Hope». Это такая американская книга. Это говорит о том, что два еврея, богатых действительно снабдили Колумба, чтобы он поехал искать землю, для того, чтобы им можно было укрыться, евреям, которые подверглись таким испытаниям в Испании. Вот это событие, вот это тетрады, соответствует открытию Америки. То есть, давай снова повторим. Значит, 1492-й, это связано с Колумбом и открытием Америки. Второй, это 1949-й. И также с гонением на евреев. То есть, я хочу добавить, просто Рома, не забудь свои мысли, Рома. Значит, это является началом сионистского движения. Евреи очень хорошо устроились в Испании. Они заняли ведущие бизнесовые места и ведущие места в правительстве. И несмотря на это, все-таки было гонение на них, и они вышли оттуда. От 200 до 400 тысяч евреев вышло. И они уже думали, уже начали задумываться, чтобы вернуться назад в Палестину. Вот с этого момента евреи поняли, что им места в Европе нет. Что они должны искать свое место назад в Палестине, которое обещано им было через пророков. И одно из таких заданий было Колумбу, чтобы он привез золото, много золота. И на это золото можно было соорудить Крусейн, подкупить королей и освободить Палестину для евреев. Это предположение. Это историческая справка такая, да. И один еврей, он пожертвовал 13 миллионов долларов, 13 тысяч дукатов. Это по-нашему 13 миллионов долларов. Один богатый еврей. Почему? Потому что они начали задумываться на то, что евреи должны собраться назад в Палестину. И вот эта тетрада не только открытия Америки, которая стала потом, как бы сказать, оплотом всего мира демократии и также созданием, гарантом создания Израиля и существования Израиля. Но она также и начала поводом для того, чтобы евреи задумывались об исходе в свою землю. То есть, Николай Алексеевич, вам будет вопрос, библейская точка зрения, насчет знамени последнего времени. Сейчас он закончил, пожалуйста. Я хочу, чтобы Рома договорил до конца, что было в другие тетрады. Следующая тетрада была в 1949-1950 год. Это после того, как был геноцид, после того, как был Холокост, мы знаем о том, как Гитлер сильно уничтожал евреев. И как раз в 1948 году организовалась «Возродился Израиль». Поэтому вот эта тетрада тоже соответствовала возрождению Израиля. И третья тетрада, о которой я хотел бы сказать, это после 1967 года. Как раз в 1967-1968 году. Шестидневная война. Шестидневная война. Война судного дня. То есть, и четвертая, это практически последняя, которая была. Четвертая. И хочется отметить, что уже в течение следующих 100 лет не будет таких тетрад, которые будут соответствовать еврейским праздникам. Поэтому мы живем в такое знаменательное время, как я уже сказал, в ближайшие два года. Будет тетрада, еще будет три красных луны, которые будут соответствовать еврейским праздникам. Но это и полное число будет семь их. Всего. Нет, четыре. Нет, нет, четыре. А, я имею в виду, что... Еще если три, значит семь. А семь, получается... Нет, нет, нет. Четыре красных луны будет. Хорошо. Это тетрада. Что значит, значит, тетрада? Так, а ты говорил, в следующем году будет. Да, вот, четырнадцатый и пятнадцатый год. Сколько будет? Ну, в четырнадцатом будет две, то в пятнадцатом две. Так вот, это получается, если уже было четыре, и еще три, значит, семь, получается? Или я плохой математик? Нет, 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 нет. А ну-ка. Мы говорим о том, что в нашей эре, со времен Иисуса Христа, было уже десять таких тетрад, которые соответствовали еврейским... Ты приложил толкование, что такое тетрада, еще раз. Тетрада – это от слова тетра, четыре. То есть, четыре красные луны, которые в течение двух лет, с разницей полгода между каждой. Понятно я объяснил? Понятно, сейчас понятно. Сейчас более понятно. Вот что такое тетрада? Да. И таких тетрад было десять со времени Иисуса Христа, тетрады, которые соответствовали еврейским праздникам. И сейчас уже, наверное, это одиннадцатая тетрада, в этой, со временем Иисуса Христа, это будет одиннадцатая тетрада, которая тоже совпадает с еврейскими праздниками. И больше не будет. И в течение последующих сто лет уже не будет таких тетрад, которые будут соответствовать еврейским праздникам. Это ученые, это на основании НАСА, на основании астрономы. Ученые так говорят, а что же Библия говорит, Николай Алексеевич? Библия говорит, вообще интересно, вот мы назвали кровяная луна. Вот смотрите, «Деяние святых апостолов», вторая глава, написано так. Вторая глава, «И будут последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, юноши ваши будут видеть видения, старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле, внизу кровь, огонь, курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь». В принципе, название правильно, «Луна превратится в кровь». Вот у нас есть фотографии. Да, зрители наши видят. Они видят, да. То есть, и луна превратится в кровь. Прежде. Прежде, нежели наступит день Господень, великий и славный. И будет всякий, кто прозовет имя Господне, тот спасется. В общем-то, мы живем в это время, в это время, когда это все сбывается, и когда происходят необычайные события в Израиле, и вокруг Израиля. Все то, что происходит, и все то, что сегодня есть церковью, я всегда соединяю все эти события. Сегодня мы ожидаем славного пришествия Иисуса Христа за свою церковь, как вы вначале сказали. И блажен, наверное, тот народ, блажен тот народ, тот, который может интерпретировать знамение последних дней. И к этому блаженному народу относятся сегодня мы с вами. Ну да, в принципе, в Бытие это написано, для чего, вот о чем мы говорим. Некоторые думают, а чего вы об этом говорите, зачем вы об этом говорите. Бытие, первая глава, 14 стих. И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для освещения земли, для отделения дня от ночи, для знамений и времен, и дней, и годов. Ну, в принципе, так и есть, правда, да? И да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю, и стало так. И создал Господь, вот, и для знамений, вот, я уже, вот, я прошел, для отделения дня от ночи и для знамений, и времен, и годов, и для знамений. То есть, вот это слово, оно, даже я сейчас прочитал, и оно незаметно прошло. Но, стоп, оно же для знамений тоже. Это не просто мы увидели Луну, что она красная стала. Это знамение, и если затмение Солнца, это знамение какое-то. Но мы должны понимать, что это не просто знамение, что это как-то связано с событиями. Признак последнего. Признак последнего времени, это связано с событиями, на то, что происходит на земле. И, конечно, с Израилем, и, конечно, с церковью. Как бы нам не хотелось, или кому-то из скептиков и критиков не хотелось игнорировать этим, это черным по белому. Ну, написано. Да, это черным по белому. И все знамения, те, которые до того совершаемы, в других проявлениях, которые были предусказаны, предсказаны и были оставлены как пророчества, они уже сбылись. И то, о чем Роман говорил, в 1948 год, восстановление, возобновление, воссоединение Израиля, то, что сейчас мы имеем, там, где находится Ближний Восток, вот это как раз и яркое знамение последнего времени. Самое яркое, наверное. Самое яркое. Остальные, наверное, сопутствующие, как вы говорили, эти, как их назвал этим словом? Тетрады. Тетрады, да. От слова тетрадь. От слова тетрадь. Да, да, да. От слова тетрадь. А почему, как вы считаете, вот как служитель, как пастор, почему Бог использует эти знамения? Дело в том, что знамения Бог использовал всегда. Когда Он выводил народ израильский из Египта, Он совершал знамения. Десять казней были. Это были знамения. И вот, вот обратите внимание, когда Он совершил эти десять казней, когда они вышли и когда они прошли через Черное море, вот это то, что заложено сегодня в народе израильском, в евреях, выбить никто не может. Они верят Моисею. Потому что это сопровождалось знамениями. В принципе, не всегда мы должны основываться на этих знамениях, потому что вера в первую очередь, как мы сейчас понимаем. Но для того, чтобы нам убедиться и точно знать, и для того, чтобы это было подтверждение, Бог использует иногда и знамения. И написано, что Он светило небесное создал для знамений и для того, чтобы были у нас дни и месяцы и годы. И вот. И когда знамения мы видим, и когда мы смотрим, то мы понимаем, что это необычайное событие. Это вообще необыкновенное событие. Событие, которое было предсказано, что это будет. Ученые открывают и считают эти тетрады, которые происходят. И их уже было за пять тысяч лет, посчитали, было 142 этой тетрады. Ну, в общем-то, событий было много. Много разных событий. И все это Бог делает не для того, чтобы просто Луна стала красной испугать людей. Нет. Просто Он нам говорит о том, что мы должны задуматься о нашем хождении под Богом. Да, я знаю, что есть скептики, которые говорят, о, вы знамения не смотрите, вы смотрите, мы только верою. Там эти вот пророки, там знамения, все это вот, чудеса, все это второстепенно. Но, с одной стороны, для кого-то может быть и второстепенно. Но, возвращаясь к мусульманам, к арабам, многие арабы сегодня приходят к Богу через сны. Снится ему сон. Я сам лично встречал этих людей, которые ценился мне сон. И у меня явился Христос. Я, говорит, утопал, шел по полю, стал утопать в болоте. Этот топ меня стала захватывать. И вот я, говорит, кричу и говорю, там, помогите мне, там, всех своих богов стал называть. И вдруг появляется один. Я говорю, откуда ты знаешь, что это был Христос? Точно знаю, что это был Христос. Взял меня за руку, вытащил и сказал, иди в мою церковь. Я, говорит, на следующий день встал и пришел в католическую церковь. Они говорят, ты не к нам пришел. Тебе должна была Дева Мария явиться. Идти, говорит, к евангелистам. Вау. Понял, да? И он пошел в другую церковь. Пришел в другую церковь к евангелистам. И сейчас он проповедник в Ливане. Он, кстати, сюда скоро приедет. Здорово. Мы на импорт. Мы его с удовольствием. С удовольствием. Он такой смелый. Я с ним в Турции раздавал евангелие. Он с удовольствием придет. Ну, по-русски он не говорит, конечно. Он по-английски говорит. Вот. Ну, такой Магомед его зовут. Не думаете ли вы, братья, что, учитывая, что церковь не полностью исполняет свое предназначение для евангелизации, для проповеди Евангелия, для распространения Благой Вести, для расширения Царства Божия, Господь сам является в образе, дабы... Я уверен в этом. Да, да. Я уверен. И много таких случаев. Господь является и говорит, иди идти, потому что время. И показывает нам через Луну, через вот эти все знамения, что скоро будет событие. Я даже взял смелость, Николай Алексеевич, ну и вся наша панель сегодня. Взял смелость в одном из эфиров последних. Я попросил зрителей поменьше посещать Мексику, а может быть переориентироваться на страны Ближнего Востока, на арабский мир. 10-4 window, как мы и говорим. Потому что очень много мы уделяем время для Мексики. Может для кого-то это и нормально, но может быть, ну неспроста же вы не поехали в Мексику, неспроста же вы поехали в Турцию. Это же было... Это прекрасно, это моя среда. Это то, где я вырос. То, там не просто, конечно, но это то, в этой среде я вырос. И когда им проповедуют, что это особое такое, знаете, должно быть дарование. Поэтому не всех туда можно посылать. Мы удивлены были, когда мой меньший брат был послан туда, который не мечтал. В Кипр, да? Ну, конечно. Полгода назад и еще, наверное, на пол или на год там останется. Это я к тому, что, действительно, если Бог посылает, Господь и снаряжает и дает все сопутствующее для этого. Ну, братья, смотрите, Алекс. Ближний Восток, это в свое время была пороховая бочка. Сейчас произошел шифт, как мы говорим, небольшой. Сейчас пороховой бочкой является Украина. Это признано всем миром. Но, тем не менее, в рамках нашей беседы относительно Ближнего Востока, ты можешь рассказать, чем дышим сегодня мы на Ближнем Востоке? Конечно, могу. Сто процентов, да. Но я бы хотел это сделать уже в конце, чтобы мы сразу же помолились после этого. Я хочу, чтобы Коля еще, если можно, дополнил что-то. И я думаю, что еще где-то написано. То есть, если у вас есть еще сопутствующие места, пожалуйста. У меня много. Дело в том, что тогда, когда Валаам, он пророчески говорил, говорит, звезда, вот она будет звезда, вот она будет эта звезда, которая... То есть, это знамение. И когда Христос рождался, тоже мудрецы шли с Востока, потому что это было на Востоке, звезда эта появилась, и они шли с Востока и шли за этой звездой. Ну, трудно сказать, что это за звезда, потому что мы с вами это не видели, и мы не знаем, какая звезда, и как она близко шла, для того, чтобы можно было сориентироваться, типа GPS, как у нас говорят. То есть, метр влево, метр вправо. Нашли пещеру. Настолько звезда четко шла, это же было им. Не, ну, мог кто-то, пророк, явиться и сказать, слушайте, пойдите туда, в таком-то городе, спросите такого-то, как это было. Конечно. Где он? Он теперь молится. Он с апостолом Павлом был. Нет, здесь было, они смотрели на эту звезду и шли за этой звездой. И пророчество было сказано за много столетий. Было сказано пророчество, вот она звезда, вот она идет, и вот звезда будет. То есть, знамения, они происходят в нашей жизни. На небосклоне звездам. На небосклоне звездам. Дело в том, что мы мало, сегодня проблема, что мы мало голову поднимаем на небо. Вот сейчас в России, в Майкопе, там один человек сделал планетарий такой. И вот сейчас идея есть, чтобы у нас сделать здесь переездной такой планетарий. Он делается и очень несложно. Вот так вот делается купол, и потом на компьютере все это подбирается и высвечивается на потолок. Люди должны посмотреть на небо. Потому что в Фейсбуке постоянно нет времени смотреть. Молодец, точно. Нет времени голову на небо поднять. Потому что все время в Фейсбуке, хотя на компьютере, в телефоне тоже есть звездное небо. Но мало кто изучает его. Алекс, можно это открыть. Звездное небо. Люди знали по именам, высчитывали все события, которые произойдут. Высчитывали по звездам. Могли ориентироваться, что произойдет. С точностью до миллисекунд. До миллисекунд. Да. Абсолютно. По звездам. Это просто потрясающе. Мы сегодня настолько смотрим в землю, настолько мало смотрим в небо, что мы не знаем, что делается на небе. И даже на эту луну, я знаю, Джон Хаген из Тексиса, у него 18 тысяч членов церкви. Он сказал, что 6 или 7 проповедей именно на это событие. Еще с января месяца. На Красную Луну. Он сказал, что это не просто событие, куда вы должны посмотреть. Вы должны обратить на это внимание. Это очень серьезно. Это не просто луна красная встала и все. Это очень серьезно, потому что это событие, это история наша. Это наша история, которая связана с израильским народом. Что произошло, что произойдет. Опять, мы не знаем, но мы должны обратить на это внимание. Всегда, когда, как Роман читал, он снял историческую справку, когда что-то происходит, что-то происходит в мире, особенно в израильском народе, то, как он говорит, открыли Америку. Ну да, евреям не имеют. Имеют отношения. Сегодня евреи в Америке живут больше, чем в Израиле. Мы все знаем это. То есть, это все связано. И Бог работает сегодня с евреями, с церковью. И с евреями работа не закончена. И Бог обращает наше внимание на небо. Вот Иаиль, вторая глава, смотрите, 30 стих. Мы читаем Иаиль, вторая глава, 30 стих. И покажу знамения на небе и на земле. Кровь и огонь и столпы дыма. Точно, точно. Солнце превратится во тьму и луна в кровь. Прежде нежели наступит день Господень. Великий и страшный. Ну, нет, я не пугаю никого. Нет. Ну, я читаю, что написано. Аминь. Я просто читаю, что написано. Прежде нежели. То есть, вот события, к которым мы должны с вами готовиться, это то, что произойдет. Я же не придумал. Это написано у всех. Это в Библии. И я недавно слушал одного проповедника. Мне очень понравилось. Он говорит фразу, я ее повторю. Говорит, что если бы не было Библии, если бы сегодня не было Священного Писания, мы бы сегодня жили в пещерах и пахали сохами. И тяпками. И не больше. Конечно. И все другие религии, которые сегодня есть, исламская, буддийская, все произошли отсюда. Они все взяли свое начало отсюда. И вся цивилизация взяла свое начало отсюда. Поэтому для меня это основа. Если здесь написано, и покажу знамения на небе. Должны мы смотреть на знамения? Обязательно. Ну, конечно. И покажу знамения. Давайте мы скажем. А мы сегодня не смотрим на знамения, мы сегодня смотрим на Иисуса Христа. Так вот. Ну, а и хорошо. Еще один вопрос по ходу. Почему столь большое недоверие со стороны этих бородатых ученых мужей, которые смотрят, смотрят в эти телескопы, смотрят и не могут понять то, что мы с вами сегодня понимаем, и так нам будет здорово открыто. У меня в Магадане встретил один дедулька, прямо на улице. Схватил меня за полу. Говорит, послушайте ли евангелист. Говорит, вот ты там Бог, Бог, Бог. Говорит, типа с женой. Ты нам с женой уже надоел. Я говорю, почему? Да если бы Бог был, говорит, президент России объявил бы об этом по телевидению. Ну, так искренне не то, что он шутил. Ну, да, да. Ну, подпитый даже был. Я думаю, какое невежество. Какое русское невежество, к сожалению. И только русское, вообще человеческое. Но это было в Магадане, да. То есть, почему не верят? Почему то, что ярко написано черным по белому, и нам это так здорово открыто, понимаем, Духом Святым, почему отвергают? Ну, вот смотрите, Христос на Голгофе умер. Да. Что произошло? Тьма. Два лагеря. Тьма. Да. Посмотрите, тьма, солнце перестало светить. Значит, ну, я понимаю, так, луна не может солнце закрыть, чтобы тьма стала. Ну, ну, может там затмение солнца, но тьмы нет такой. А наступила тьма. Почему наступила тьма? Бог закрыл солнце. Рукой своей, чем он там закрыл? Он взял и закрыл. Стоп, это же знамение. Это же знамение, он взял и закрыл солнце. И наступила тьма. Написано где? Везде. Во всей вселенной. То есть, Бог показывает нам, и многие люди, которые шли с Голгофы, они уверовали. Почему они уверовали? Потому что они увидели знамение. Даже еще, Христос не воскрес, они уверовали. Они уверовали. Еще Христос не воскрес. Они били себя в грудь сотник и говорили, воистину, это был Сын Божий. Потому что знамение произошло. Понимаете? С одной стороны, мы можем это видеть, обращать на это внимание, а с другой стороны, мы можем не обращать на это внимание. Но если то, что написано, то происходит. Если написано, если заболел Ездра, не, Езекия, извините, Езекия заболел, и на 9 ступеней Ахазовых вернулось солнце. Знамение. На 15 лет еще продлил Бог. Опа, на 15 лет продлил жизнь. Так, в Вавилоне царь узнал об этом. И говорит, солнце вернулось назад. Ну, не солнце, земля. Ну, мы это понимаем. Земля вернулась назад. Он пришел и говорит, что случилось? Ну, он же все наоборот же стал делать. Вы понимаете? Он пошел и говорит, у меня богатство, у меня вот много добра, а на самом деле надо было сказать, бог меня исцелил, бог знамение мне показал, бог показывает знамение. Стой, солнце, говорит Иисус нами. Стой. Остановилось солнце. Ну, остановилось. Остановилось. Зачем остановилось? Ну, для того, чтобы мы с вами понимали. Сегодня ученые берут, прокручивают назад все эти события и находят, чтобы было время, не двигалась земля. Было время, где-то потеряно там было вот это время. И то находят, и то находят. Они же высчитывают с точностью до минуты, когда вот это будет красная луна, когда будет затмение солнца. Вот я встал в 12 часов ночи, мне там жена разбудила, говорит, иди посмотри. Я вышел, глянул, красная, правда красная. Как они высчитали? Высчитали же. И так же они высчитывают назад. Назад же еще легче посчитать. То есть было время, стояло солнце, стояло солнце. Не двигалась земля, не двигалась. Мы сегодня не понимаем это, но это знамение. Знамение, которое мы, ну, если с нами не происходит, мы думаем, что это все неправо. На самом деле все это правда. Но есть поговорка, гром не грянет, русский мужик не перекрестится, к сожалению. Поэтому действительно эти вещи, они... Это вообще серьезно. ...настораживают, должны настораживать, останавливать, предостерегать, предупреждать. Друзья, у нас сегодня прямой эфир. Вы видите, справа от меня, слева, на ваших телеэкранах, это Роман Джулай, Николай Алексеевич Бугриев и Александр Куманский. И мы говорим относительно того, что Библия говорит, относительно знамений. Что такое знамение? Знаки последнего времени. Знамение более религиозное слово, библейское. А вот знаки, это более доступным русским языком, знаки последнее время, и Бог и показал, оставил в Библии, и показывает это даже на небосводах, на небосклонах, показывают вот эти вехи, что будет предшествовать одному событию, второму событию, третьему, перед его светлым, славным явлением. Вы обратили внимание, Иоиль говорит о том, что будет день Господень великий и страшный. А когда цитирует в проповеди во второй главе Петра, в своей проповеди знаменитой, он назвал этот день Господень великий и славный. Да. То есть, почему? Потому что для церкви это будет славный день. Для грешников? Для грешников это будет страшный день. Там не просто описка, это не просто попутало что-то Петр, потому что он говорил для церкви. Поэтому мораль сего вечера какова? Вот если вы еще не относите себя к церкви, если вы не стали частью этого невидимого организма, тела Иисуса Христа, поспешите сегодня, это очень серьезно, чтобы с этим шутить. Мы не просто здесь ля-ля-ля говорим, нам нечем заняться. Мы говорим о очень важных вещах. Поэтому, пожалуйста, Николай Алексеевич. Да, вот Езекия заболел смертельно, и когда он попросил знамение, и вот тебе знамение от Господа. Ну, уже когда он помолился, Исаия вернулся, когда я пропускаю, это Исаия 38 глава, что Господь исполнит слово, которое он извлек, и вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на 10 ступеней, по ступеням, по которым оно сходило. То есть это солнечные часы. Солнечные часы вернулись назад. Они считали вот эти все, и вот они вернулись назад. Значит, ученые так говорят, это примерно полтора часа. Полтора часа вернулось назад. Люди обратили на это внимание? Пришел царь, оттуда с другой страны, неверующий человек, и в то время Миродах Валадан, сын Валадана, царя Вавилонского, прислал Езекии письмо и дары, ибо слышал, что он был болен и выздоровел. То есть мы должны понимать, что Бог нам показывает вот эти примеры, что это не просто так. Сегодня луна превратилась. Скажите, да, она много раз там это бывает. Нет. Любое событие, которое происходит на небе, знамение, которое Бог показывает, это какое-то событие обязательно происходит. И сегодня самое главное, как вы сказали, я с вами согласен, что действительно нужно приготовиться к тому, что какие-то близятся серьезные события для церкви, для народа израильского, вообще для народа Божьего. А если плюс к этому мы еще с Божьей помощью проведем эфир относительно землетрясений, как знаки последнего времени, движение земной коры. То, что мы говорим сегодня, это движение небесных тел, как мы их называем. А если бы мы тронули еще знамение последнего времени землетрясения, а если наводнение, о-о-о, это можно... То есть, друзья, очень серьезная тема, вы видите. И не надо быть, не надо иметь ученую степень и иметь семь пядей во лбу, чтобы эти вещи во свете Слова Божия просто рассматривать. Почему? У нас есть ряд зрителей, с которыми мы общаемся, это из района Сан-Франциско и из Бруклина. То есть, это... И настолько, когда мне сообщают кабельные сети, где нас вещают в районе Сан-Франциско, что у нас зрители есть, благословенного народа израильского, это кабельные сети, говорят. Слава Богу. Мы в курсе. То есть, мы, видите, мы просто любим вас. Да кто еще вас так не любит, как христиан? Мы любим. Да ну, а кто мусульмане? Нет, конечно. Хотят стереть с лица земли вас. А мы его искренне вас любят. Ну, Христос оттуда. Оттуда, совершенно верно. Ну, Он же оттуда, да. И у нас Библия оттуда. Да, да, да. Они написали Тору, и мы же взяли эту Тору, это наше пятикнижие Моисеева, которое мы руководствуемся, и там же написано... Это же наше первоначальное руководство. Несомненно, да. И оно все говорит об Иисусе Христе. Ты полон речей, я знаю. Нет, 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 я не полон речей, я очень... Я сегодня слушаю и больше почему, потому что это касается Писания, и у нас есть человек, который сведущий Писание, вот, я сведущий политики, а вот есть человек, сведущий Писание. Нужно ехать, да. Значит, я хочу добавить немножко о кровавых, этих кровавых или красных лунах, за которые мы говорим, значит, во-первых, я хотел бы обратить ваше внимание, что все три декады эти тирады были, всем им сопутствовало какое-то, какие-то жертвы, какие-то жертвы и какие-то войны, и какие-то смерти даже. Почему? Вот в первое, в 1492 году, когда было гонение инквизиции на евреев, а евреи принимали католичество и в то же самое время они исповедовали иудаизм, то есть они исповедовали праздники, которые Бог им дал, не хотели исповедовать праздники, которые новые, которые навязаны им были, как бы язычством не считали, поэтому их выслеживали, и их приблизительно 50 тысяч было истрачено на кострах. Истреблено. Истреблено. 50 тысяч евреев было. Так же само и в 49-48-49 год, опять война, не только эта тирада соответствует образованию Израиля, она также сопутствовала ей война большая. Это первая арабско-израильская война, при которой погибло очень много людей, и при котором Израиль расширил свою территорию с 8 тысяч до 21 тысяч километров. Вторая война, вторая тетрада, то есть третья тетрада, за которой мы говорили, 67-68, опять война, опять трагические события, и опять Израиль выигрывает, и опять Израиль расширяет свою территорию от 21 тысяч до 67 тысяч километров. И завладевляет Иерусалимом. То, что самое важное, почему мы обращаем на то внимание на Иерусалим? Ну, Иерусалим, Иерусалим стал из столицы Израиля. Но это веха нового отсчета, это веха новой эры. Почему? Я всем говорю, что мы сегодня живем в новой эре. Не только в новом тысячелетии, а мы уже живем в тысячелетнем царстве. Оно еще не настало, но мы еще застали это время, когда Христос сказал, и будет, попираем язычники Иерусалим, доколе не окончатся времена язычников. То есть, с того времени, когда Израиль стал владеть Иерусалимом полным, и она стала неделимой единой столицей Израиля, с того времени уже наше время окончилось. И мы как бы на правах таких живем, вот сегодня мы как на чемоданном настроении. Когда мы уезжали в Америку, дорогие, мы ждали этой визы, не знали, когда она придет. Каждый день заходили в почтовый ящик, но уже были чемоданы спакованы. Мы уже не были жители той страны. Так вот, сегодня мы уже не жители этой страны. Мы должны держать свои чемоданы, потому что может в любое время наступить вызов, и виза должна прийти. Вот это вот, вот такое время мы живем. И, конечно, когда мы, когда, когда еще четвертая тетрада, это наступает уже, а мы как раз вошли в эту четвертую тетраду, то богословы, они говорят, что будет такое событие, которое еще не было за всю историю Израиля. Будет что-то глобальное. Какие-то глобальные подтверждения будут на Ближнем Востоке. Не на Украине, а на Ближнем Востоке. Ну, тем не менее, тем не менее, то, что происходит, даже если ты тронул Украину, то, что происходит, вот, скажем, на европейской территории, европейской части, так скажем, континента, в частности, Украина, Россия и близлежащие, это тоже сопутствует, добавляет к тому, что, ну, кто мог подумать еще в прошлом году, что начнут стремительно разворачиваться события в Европе. Да никто. Да президент Обама, мы это слушали постоянно, он всегда говорил, когда ему говорят, разрядка там международная, то, другое, третье, разоружение, вот, он говорит, да, все, мы это все, все позади, все, новый мир, все пошло, пошло. Сейчас он на 180 оглобли повернул, потому что открылись глаза, вот, то есть, ты, вот, сказал, что это необязательно Украина, необязательно Украина, но, но, а вдруг эта тетрада, так же, скажем, и... Я скажу, я хочу допомнить, значит, вот эта тетрада, вот, которая была видна, она, вот эти три тетради, они не будут видны в Израиле, а четвертая, которая будет последней, в 15-м году, она будет над Израилем, то есть, это может быть какое-то, ну, я не буду объяснять это, но все-таки в мире начнется какие-то действительно события, может быть, из Украины, может быть, они отвечают. Ну, дело в том, что мы верим, во-первых, Армагеддон не будет, мы понимаем, Армагеддон это использование атомного оружия, но Армагеддон будет только после трех с половиной год, после трех с половиной лет, он правление Антихриста, то есть, это будет во второй, во второй половине семилетки, мы так понимаем. Да. Да, поэтому то, что сейчас из искры, как говорил Ленин, возгорится пламя сейчас, не похоже, но то ли пройдет 10 лет, 15, то ли пройдет 2 года или 3, то есть, это на наших глазах, для кого-то этот день придет сегодня ночью, вот лег и не встал, вот тебе и великий и страшный день, если Господа не принял свое сердце, и куда душа пойдет, пожалуйста. Думаю, что два события, которые очень важны сегодня для израильского народа, первое событие возвращение на храмовую гору, храмовая гора не принадлежит сегодня евреям, раз, второе, это должны найти ковчег, эти две вещи должно произойти, это две основные вещи, которые могут стать, ну, не просто вехой, а просто грандиознейшим события, потому что практически ковчег-то есть, тот, который был оригинальный, оригинальный Моисеем сделанный, он же не пропал, он не мог ни сгнить, ни спредь, ни пропасть. Но это, вы добавьте, пожалуйста, очень важную мысль, что это уже не для церкви, нам ковчег не нужен. Я абсолютно с этим согласен, мы сегодня за израильский народ. Совершенно верно. Только за израильский народ. Совершенно верно. Я не стал добавлять к тому, что вы здесь говорили, я верю, что взятие церкви произойдет до всех этих событий. Это моя точка зрения, я не думаю, что все с этим согласны, но я не хочу на эту тему... То есть нам бы не хотелось застать великую скорбь? Ну и то, что не хотелось, церковь не может ее застать. Согласен. Согласен. Вот я хотел бы поддержать Колину идею, что Израиль все-таки должен завладеть храмовой горой. Ну да. Она принадлежит ему, за нее уплаченная цена. Какая цена? Когда-то Давид специально заплатил эти деньги. Да, да, да. Почему? Потому что он говорит, я не хочу даром брать. Чтобы это было узаконено, что она не просто так, она принадлежит Израилю. И сегодня из-за этой горы может разразиться большой конфликт. Вот. Сегодня арабы, и особенности палестинцы, они говорят никаких уступок насчет храмовой горы. Это наша гора, и мы ни с кем не собираемся делиться. Израиль говорит так, что, дорогие, у вас есть три святыни. Это третья святыня. Почему вы не можете дать нам право восходить на гору и помолиться на нашем святом месте? У нас нет другого святого места. У вас есть Мекка, у вас есть Медина. И у вас есть храмовая гора. Почему вы не хотите нам... Потому что там Магомед поднимался на конь и запускался. Да, да, да. Но все равно это произойдет. Все равно это произойдет. И я еще одно скажу вам, что Израиль уже шесть дней владел... Ой, я извиняюсь. Шесть дней владел храмовой горой. Уже владел. Но Бог еще помедлил. Почему? Потому что если они будут уже владеть храмовой горой, а это может произойти в эти два года, которые будут сопутствовать четырем красным лунам. Для того, чтобы мусульманам отдать храмовую гору, надо что-то сверх... Землетрясение. Они прямо говорят. Если произойдет землетрясение на храмовой горе, как это было две тысячи лет тому назад, было землетрясение, когда хотели его храм разрушить, а потом хотели восстановить... То есть дом на скале может быть разрушен землетрясением. Спокойно. А тогда мы оставляем. Это будет для нас от Бога знамения. Да. Значит, очень интересное... Рабы говорят, смело говорят, пожалуйста, если Бог допустит там землетрясение, то мы уйдем. Все? Да. Значит, очень интересное место этого Михея написано. И в последние дни, четвертая глава, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами и подтекут к ней народы. И из одиннадцатого стиха очень интересное, которое просто подходит к событиям, которые могут разразиться из-за храмовой горы. Смотри. А теперь собрались. А теперь одиннадцатый стих, четвертая глава. А теперь собрались против тебя многие народы. И говорят, многие народы, не все народы, а многие. Да будет она сквернена. Кто будет сквернена? Конечно же, дочь Израиля. И да наглядится око наше на Сион. Сион — это храмая гора, это гора Мариам. Смотрите. Но они не знают мыслей Господней и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. «Встань и молоти червь Сиона, ибо Я сделаю рог твой железным, копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжению их и богатству их владыке всей земли». Что это такое? Это не есть Аргамагеддон. Аргамагеддон — это другое. Это люди окружат, пойдут на Иерусалим, и будет спор за храмовую гору. Они сказали, да наглядится око наше на Сион, и да будет оскверлена кто? Дочь Израиля. Они хотят осквернить сегодня. Я хочу почитать последнее высказывание палестинской автономии, которое буквально сегодня вышло в сетях. Буквально пару дней назад председатель партии «Факт», его звать Теруаи, сказал так. Что же он сказал? Сейчас, сейчас. Что, значит, в своем выступлении Теруаи сказал, я просто цитирую, «С нашей помощью Газа вернется в лонозаконности и поможет отвоевать нашу родину, всю Палестину, от реки Иордан до Средиземного моря». Это практически весь Израиль. Нет никаких сомнений, что весь Израиль будет Палестиной. Газа является только частью Палестины. Западный берег является только частью Палестины. Остальное – Хайфа, Яфо, Ако – это все города Израиля и Иерусалим будут территорией независимого палестинского государства по воле Аллах. Это «вишфултынкин» я называю. Да. Вишфултынкин. Ну, я о чем говорю сейчас, что сегодня они не только это, они не только говорят за мир, они сегодня говорят за завоевание этих территорий и Иерусалима. Ну, из-за этого и буксуют переговоры. Все признали. Да. Вот. И сегодня мы знаем, что между Фатхом и Хамасом произошло сближение. То есть факт и Хамас… А Израиль на это пойти не может. Нет. Почему? Потому что Хамас, он просто… Террористическая армия. Террористическая армия, которая хочет уничтожения Израиля. Конкретно сепаратисты. Да. Вот. И там заступился мир. И вот это событие, которое происходит там… У нас, конечно, нет времени, потому что мы хотим помолиться. Я еще в Шоколе сказал нам до молитвы. Это еще сказано. Вот. И мы будем молиться, потому что времени мало остается. Но я вам скажу в двух словах. Обстановка накаляется с каждым днем, с каждым месяцем. И все происходит до того, о чем мы говорим, что все-таки пойдут многие народы на Иерусалим. Что будет эта война. А почему она… А почему она… Возможно многие народы… Почему? Потому что Израиль уже несколько раз обсуждал тему храмовой горы. И это производило в Иордании, в Ливане. Огромный, огромный… Огромный протест. И даже вызывали посла Израиля насчет… Вы не имеете права говорить. То есть, если будет обсуждено право Израиля на храмовую гору, обязательно это будет война. Каким образом это будет, мы пока не имеем конкретики. Это только Богу ведомые пути. Но, тем не менее, мы молимся о Иерусалиме. Придет время, когда мы сделаем в ближайшее время программу молитвы за Украину. Это тоже больное место, близкое нашим сердцам. Наверное, правильно будет, Николай Алексеевич, совершить молитву. Осталось буквально нас две минуты. Помолимся. Да, мы помолимся во свете того, о чем мы говорили. И вот, чтобы действительно… Наша молитва, она будет присоединена к молитвам, которые несутся постоянно насчет Израиля, за Израиля, за еврейский народ, за Иерусалим, просите мир, а так Писание говорит. За храмовую гору обязательно. Поэтому, пожалуйста, Николай Алексеевич. Напомню нашу тему. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. Да. Пусть Бог благословит нас, чтобы это был для нас славный день. Господи, мы благодарим Тебя и возвеличиваем Твое святое имя. Благодарим Тебя за то, что Ты великий всемогущий Господь. Ты любишь нас, Господи. Слава Тебе и благодарность за то, что милости Твоей полна земля, за то, что Ты показываешь эти знамения, за то, что Ты сотворил солнце и луну и землю и все мириады звезд для того, чтобы не только нам светить и указывать времена года, но и показывать знамения. Господи, благослови нас поднимать голову на небеса, взирать на красоту небес, взирать на звезды, взирать на солнце, на луну и замечать, что все эти события, которые происходят на земле, они Тобою все предсказаны, Ты все в курсе. Господи, мы просим Тебя, благослови нас быть готовыми к предстоящим событиям, которые произойдут в ближайшее время, чтобы каждый из нас мог обратиться к Тебе в покаянии и чтобы Ты действительно воскрес в сердцах наших, потому что в гробе Тебя нет, и Ты воскрес, и Ты поднялся на небеса и сказал, что Ты скоро придешь взять нас с этой земли. Мы просим Тебя, умоляем, благослови нас, Господи, обращать внимание на небеса, на Тебя смотреть, жить Тобою и наполняться Твоим Святым Духом, и чтобы Ты в жизни каждого из нас прославлялся. Благослови Израиль, благослови нас всех, Господи, готовиться к славному взятию на небеса. Слава Тебе за эту передачу. Благослови импакт президента импакта, благослови всех работников, все вещание благослови, чтобы Ты во всем прославился и возвеличился. Отец и Дух Святой. Аминь. Итак, спасибо большое. Спасибо. Была прекрасная беседа. Мы сегодня работали на вас. Мы работали на вас, для вас. Почему? Мы любим вас. Поэтому и Бог любит вас, Иисус Христос любит вас. Будьте благословены. Оставайтесь с нами на импакте. Будьте благословены. Всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.